добрый день дорогие друзья с вами компания протюнинг меня зовут игорь и сегодня у нас на самом деле эксклюзивный автомобиль эта машина которая выпустилась тиражом всего 125 штук на весь мир и это audi rs q8 r от тюнинг ателье apt итак начнем вообще с небольшой предыстории что такое тюнинг ателье apt почему audi ими занимается все это началось в далеком 1896 году когда сам собственно основатель этой компании его зовут иоганн apt и именно apt не a bt как многие говорят потому что эта фамилия человека правильно она произносится как об те времена он занимался кузнечным делом делал подковы для лошадей и многое многое другое потому что да еще не были сильно развитые автомобили всего 10 лет назад мерседес показал свой первый автомобиль с двигателем внутреннего сгорания и эта промышленность не было еще так сильно развита чтобы сразу заниматься автомобилями позднее два его сына пошли учиться на инженеров продолжать дело отца потому что тогда уже развивалась эпоха автомобилей отец понимал что это именно то что нужно их семье чтобы обеспечить себе лучшую жизнь и его сын который которого звали также как и отца иоганн apt младший очень сильно полюбил автомобили настолько что в сорок восьмом году начал участвовать автомобильных гонках и на самом деле не это очень хорошо получалось и вот первая гонка сразу закончилась подиумным местом и в дальнейшем достоверно неизвестно сколько именно побед он получил за всю свою карьеру автогонщика но действительно это был один из топовых пилотов того времени и вот сегодня мы имеем тюнинг ателье apt который основал уже сын то есть иоганн apt младший он именно начал заниматься автомобилями и представьте себе этот автомобиль на сегодняшний день имеет 740 лошадиных сил разгоняется от 0 до 100 за 3 3 секунды имеет просто невероятнейшую внешность и также внутри он был очень хорошо доработан давайте все-таки посмотрим что это за автомобиль итак начнем с изменений этого автомобиля относительно обычная audi q8 rs q8 что у нас 1 бросается в глаза во-первых массивный карбоновый диффузор который имеет очень сложную форму на самом деле мое почтение людям которые изготавливали этот обвес потому что есть безумно большое количество сложных элементов деталей и чтобы сделать это так идеально это нужно на самом деле быть мастером своего дела что 1 бросается у нас глаза на этом массивном карбоновом сплиттере у нас имеется надпись rs q8 r красная вот такая вот яркая прям показывает ванту что этот автомобиль на по-настоящему особенный дополнительно из карбоновых элементов на передней части у нас есть боковые элероны на накладке бампера и тоже они у нас придают еще больше массивности более такой агрессивный внешний вид хотя на самом деле даже обычная rs q8 который идет без аэродинамического пакета об смотрится достаточно серьезно но здесь это прям возведено в абсолют ну и тут же на решетка радиатора у нас красуется тот самый шильдик с названием этого самого тюнинг ателье и еще одной особенностью является этой машины то что в решетка радиатора у нас стоит два вот таких вот датчика это радары которые понимают дорожную обстановку считывают знаки разметку и так далее все это проецирует вам на проекцию на лобовое стекло очень удобно в современных реалиях переходим дальше диски диски на этой машине 23 размера вы просто представьте насколько это большие колеса и на самом деле сидят они в этой большой арке прямо как надо это смотрится очень круто я когда впервые увидел эту машину я сразу же обратил внимание именно на размер колес это идеальное сочетание с внешним видом этого автомобиля естественно это легкосплавные диски от тюнинг ателье апт собственное производство достаточно широкий это у нас одно широкие колеса что спереди что сзади 295 ширина и за ними находится мощная тормозная система это двухсоставной диск с перфорацией и красные суппорта они у нас 10 поршневые ровно такие же суппорта останавливается на амбургине урус но все-таки это собрат audi q8 и это тормозная система будет сто процентов идеально работать в любых условиях далее что мы здесь видим карбоновые накладки расширители арок тоже смотрится очень эффектно накладка на крыльях из карбона тоже у нас здесь такие жабры идут и на самом деле опять же говоря про мелочи как мы это и всегда делаем здесь внутри даже в этих жабрах сеточка настолько классно исполнена она аккуратненькая то есть не стали брать какую-то стандартную сетку а сделали как будто бы что-то свое эксклюзивные индивидуальные здесь же у нас еще красуется шильдик апт далее переходим крышки зеркал что-то напоминает напишите комментариях на что это похоже я думаю сейчас все поймут они у нас тоже сделаны полностью из карбона далее что она здесь по карбону есть накладки на пороге у нас здесь не стандартный сплиттер как мы привыкли который идет прям на всю длину порога а две вот такие вот вставки спереди и сзади которые тоже у нас визуально делает автомобиль более массивным и более таким мускулистым но еще одна главная особенность это автомобиля что подчеркивает его внешний вид этот цвет это народ игры ныне популярный серый глянец плюс это все очень классно выглядит с тем что у нас автомобиль идет полностью с антихром так называемая night пакет она здесь выполнен оконные молдинги решетка радиатора спереди дополнительные элементы которые могут быть хромированными они здесь полностью черными и изюминкой этого всего является цвет дисков это матовый графит машина смотрится ну так как и должна выглядеть современная audi достаточно строгий такой холодный внешний вид но при этом мы все понимаем на что способна эта машина перемещаемся к задней части этого автомобиля что у нас здесь также произошло изменение во-первых бросается в глаза это спойлер точнее накладкой карбоновый на заводской спойлер тоже сделано на самом деле очень интересно потому что у нас не цельная деталь который мы привыкли как обычно здесь а две такие отдельные накладки которые крепятся уже как я говорю к штатному спойлеру дополнительные молдинги заднего стекла лично на мой взгляд немножко переборщили с их дизайном да смотрится круто как отдельный элемент но в общем виде машины как будто бы хотелось чуть попроще но опять же это вкусовщина кому-то может нравиться кому-то может не нравиться и так далее что у нас здесь еще естественно тут же у нас сзади понятно что этот а б т согласно шильлику и снизу у нас идет карбоновый диффузор тоже достаточно массивный здесь у нас такая же надпись как и на переднем сплиттере rsq8r двойные большие насадки выхлопа с обоих сторон и здесь у нас не просто насадки выхлопа изменились как визуальная составляющая а и выхлопная система здесь стоит именно от apt для audi rsq8 открываем багажник естественно у нас здесь достаточно большое количество места все-таки это кроссовер автомобиль не маленький и багажник у нас тоже довольно вместимый сверху у нас имеется шторка которая выдвигается механически чтобы закрыть пространство которое у нас багажнике весь груз чтобы он не шумел и весь этот шум не проникал в салон где вы собственно находитесь из интересного слева у нас есть две кнопки благодаря которой мы можем опускать либо поднимать заднюю часть автомобиля чтобы погрузить сюда какие-то тяжелые предметы громоздкие и так далее хотя я думаю на таких машинах коллекционных редких наверное навряд ли кто-то будет заниматься тем что перевозить здесь крупногабаритный груз но при этом это возможно далее слева имеется две сеточки для того чтобы можно было положить сюда ваши вещи мелкие чтобы они у нас летали по багажнику и разъем прикуриватель для зарядки техники которые будете здесь перевозить с собой под поле стандартно находится запасное колесо комплект для его замены и также технические узлы именно от системы гибрида на этой машине и так перемещаемся в салон и тут на самом деле во первых мое мнение салон смотрится очень круто все знают то что ауди он очень такой сдержанный не сильно ярко выражены когда пусть на тех же на современных mercedes или бмв там у нас все таки да прям все такое сияет все круто классно горит в общем выглядит очень эффектно здесь же более спокойный вид но при этом конкретно на этой машине салон мне очень нравится во первых вариация цветов кожи на сиденьях у нас такой вот коньячный цвет плюс черная кожа на портрезе на дверных картах на центральном подлокотнике на руле у нас кожа с перфорацией идет и мало того что кожа очень эффектно выполнена так еще и большое количество материалов у нас есть в салоне то есть это кожа алькантара тут же у нас присутствует еще и карбон на дверных картах на центральной консоли на парпризе на его нижней части на самой центральной консоли также у нас идут вставки из карбона на ручке переключения передач помимо просто карбона здесь также еще и вставочка шильдик небольшой апт и на подлокотнике у нас есть как раз таки тиснение на коже с тем же самым логотипом это тюнинг ателье дополнительно из изменений по сравнению с обычной audi rs q8 у нас на руле нижняя вставка также с логотипом апт коврики персональный rs q8 r и на накладках внутренних порожков у нас красуется надпись то что это лимитированная серия одна машина из 125 и дополнительно еще на нижней части центральной консоли у нас красуется та же самая надпись то что это одна машина из 125 переходим далее по салону вернемся снова к рулю у него у нас есть лепестки переключения передач сзади все таки автомобиль у нас достаточно быстро это здесь необходимо стандартно управление слева круиз-контролем и справа мультимедиа системы также тут есть дополнительная кнопка с шильдиком rs она у нас включает еще режим у нас есть спортивный режим который называется динамик и дополнительные режимы rs1 и rs2 по аналогии как с бмв там у нас также есть две кнопки м1 и м2 в принципе это тоже самое но это режимы уже которые более подходят для использования автомобиля на гоночном треке потому что отключаются подушки безопасности отключаются все системы стабилизации с такой мощностью достаточно сложно будет совладать в городе где у нас повсюду всякие препятствия автомобили и так далее приборная панель здесь у нас электронный естественно имеются разные вариации оформления дизайна этой панели зависимости от выбранного режима езды вся информация у нас здесь показаны что интересно что здесь все сделано как в настоящем спорткаре основную часть полезного этого экрана занимает у нас тахометр как в быстрых машинах водители всегда нужно знать не просто скорость а важнее будет знать обороты которые сейчас у нас выдает двигатель и также слева у нас здесь есть датчик акселерометр который показывает боковые либо продольные перегрузки которые испытывают автомобиль и люди которые находятся в нем и справа спортивные приборы это обозначение мощности и крутящего момента в данную секунду времени по центру всего салона у нас находится мультимедиа система которая разбита на два экрана сверху у нас основное управление то есть можно включить навигацию музыку радио и так далее а снизу у нас отдельный экран для управления системой климат-контроля которая здесь у нас четырехзонный далее под этим экраном у нас красуется ряд кнопок это выбор режимов езды отключения стабилизация аварийная сигнализация и подогрев лобового стекла и заднего та самая ручка про которую я говорил который выполнен у нас полностью из карбона отдельный карман открыв который мы видим что здесь у нас два подстаканника есть дополнительных и в подлокотнике у нас имеется место для беспроводной зарядки вашего телефона дополнительный отсек для хранения мелких вещей и еще два разъема usb type-c для зарядки ваших устройств ну и дополнительно стоит упомянуть то что у сидений здесь есть большое количество электро регулировок поясничный валик и также система вентиляции и подогрева и на обоих сиденьях у нас что на правом что на левом имеется память под двух человек перемещаемся на задний ряд во первых что хочется отметить достаточно много места остается у меня еще до переднего сидения думаю сюда еще наверно один кулак влезет и это еще при условии того что когда я выходил сиденье отодвинулась немножко назад для более комфортной посадки и выхода из автомобиля плюс ко всему можно еще и откинуть спинки сидений еще назад максимально чтобы более комфортно устроиться в далекую поездку на этом автомобиле большой подлокотник широкий под двух человек тут же у нас имеется два вот таких вот выезжающих подстаканника на центральной консоли есть отдельный экран достаточно эффекта на самом деле смотрится для управления климат-контролем который как я уже говорил здесь у нас четырехзонный и под ним находится еще два прикуривателя для зарядки ваших устройств которые будете приводить с собой ну и напоследок это панорама которая у нас заканчивается перед моей головой обычно в автомобилях она заканчивается за головой заднего ряда но так как это у нас такой купе-образный кроссовер это все-таки не audi q7 например то здесь протянуть парам панорамы еще дальше никак не получится чисто технического в принципе этого размера вполне достаточно для того чтобы наслаждаться этим прекрасным видом ну и самое интересное в этом автомобиле это двигатель это бензиновый в 8 на 4 литра он здесь у нас был дополнительно форсирован до 740 лошадиных сил и 920 ньютон метров крутящий момент это даже больше чем в дизельной с q8 хотя мы знаем что дизельные моторы у нас по крутящему моменту самые эффективные но этот мотор обогнал даже его для сравнения в стандартной rsq8 у нас было 600 лошадиных сил и 800 метров крутящего момента до 100 как я говорю эта машина разгоняется за 34 секунды стандартная rsq8 делает это за 3 8 секунды и наконец-то rsq8 стала быстрее lamborghini urus это уже было проверено есть заезды этих автомобилей друг с другом и именно это rsq8 r от ателье apt объезжает lamborghini urus причем достаточно эффективно она это делает она уходит прямо очень хорошо от нее я вам гарантирую то что этот автомобиль не оставить никого равнодушным если хотя бы раз вы видите его в живую машина смотрится эффектно едет быстро комфортно максимально технологичная в общем можно очень долго перечислять насколько она крутая и это на самом деле так этот автомобиль мы привезли специально для нашего клиента в автосалон про тюнинг не забывайте то что мы находимся не только в городе краснодар по адресу улица российская 263 а также в городе москва подписывайтесь на наш телеграм-канал чтобы быть всегда в курсе всех самых свежих новостей всех поступлений в наши автосалоны автомобили которые в пути либо доступны к заказу все мы выкладываем в нашем телеграм-канале про тюнинг автотрейд и подписывайтесь на этот канал на котором выходит ролик потому что здесь мы постоянно выкладываем обзоры на редкие эксклюзивные автомобили на автомобили которые мы дорабатываем наших тюнинг центрах также у нас в скором времени появятся новые форматы и обязательно поставьте лайк этому видео напишите комментарии что вы думаете об этом автомобиле